МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Гомельчанин Дмитрий Антипенко завоевал золото на сусветной кулинарной олимпиаде. Выстава «Приватная коллекция» российского фотомастака Катярыны Рождественской открылась у Палаца Румянцевых и Паскевича. Зараз об этом иншим больше подробязна. У мыток скорочения финансовых затрат у Гомеля плануется провести оптимизацию маршрута у громадского транспорта, а так само пераглядзить систему затрат на жильево-коммунальные послуги. Такая пропанова прогучала подчас посяджения городского выканавчего комитета. Экономика областного центра у личбах и прикладах. У материале Олега Синцюрова. Экономику Гомеля нельзя назвать идеальной, але и неких невырошальных проблем тут так само нема. Была и самая актуальная для комитетчан-показчик зарплата у Версни она перевысила 700 рублёв. Разом с тем, это средняя зарплата. У некоторых организациях у Версни работники отрымали по 250 рублёв. Это всего на 10 рублёв больше официально установленной минимальной зарплаты. Основная причина – неэффективная работа, что створает и еще одну проблему – запозраченность у городских бюджет. Завод металлоконструкции, например, мая долги у 130 тысяч рублёв. Выдавнейший монтажный трест номер 27 – свыше 100. Хоть не за все, да, ситуация залежит только от самих субъектов господарения. Экспорт послуг, например, не выконан на крыку больше, чем на 1%. И этот процент – следствие изменения ситуации на засветных рынках. Частное предприятие, которое работало на российском рынке по экспорту продукции белорусского металлургического завода. И вот с учётом того, что объёмы упали на металлургическом заводе, соответственно, и сказалось на показателях по городу. Но вместе с тем могу сказать, что вот в текущем году существенно нарастили экспорт автотранспортные предприятия и в Российскую Федерацию, в Казахстан, в дальние зарубежья. Ещё одна проблемная сфера – товарооборот, громадское харчевание. В сравнении с минулым годом он снизился больше на 6%. Уголемскими горбоконками перекананы. Причина не только у снижения покупницкой издольности населения, низкая якость обслуговывания и неякостное, али при этом дорогое харчевание. Пытания, над якими необходимо працовать. Ещё одна задача для городской экономики – оптимизация затрат. С початку года социальная сфера профинансована на 80%, что она вот больше, чем плановалась. Разом с тем, это не выключая необходимости заработать на бюджетной деятельности и находить внутренние резервы по якосе прикладу транспортная глина. Стоимость проезда остаётся неизменная. В то же время мы хотели бы, чтобы сумма возмещения из бюджета была меньше. Соответственно, им доводятся планы по снижению затрат. Это рациональное использование материальными ресурсами, естественно, регулирование заработной платы, оптимизация численности. Ну и, с другой стороны, это оптимизация маршрутов. То есть, чтобы не нарушали социальные стандарты по перевозкам, в то же время надо рассматривать, где какие маршруты недогружены. Подведение вынеку работы за 9 месяцев, махчимость убачить проблемные моменты и удокладнить шляхи в управлении ситуацией. Драматизовать ситуацию у Гомска-Гарлоганками не схильная. Вреште, кажут, для выконания годового задания ещё есть час. Практика показывает, что в целом всё зависит в первую очередь от руководства предприятия, от коллективов. Поэтому мы нацеливаем руководителя о том, что завершение года нужно всё-таки подтянуть с тем, чтобы достойно завершить год и выполнить все обязательства. Олег Сентяров, Валерий Капанько, телерадокомпания «Гомель». С первого студеня вырасти кошт послуг жильево-коммунальной господарки. Яны повеличатся у середнім на 10 рублёв. Усе подробності у чарговой экономичной давецы. Так само у выпуску Министерство антимонопольного регулявания и гандлю рекомендует магазинам указывать цены за килограмм и литр. А кроме того, глядачы доведуются, як зменились цены на каштоуные металы у вырабах и ломе, які закупаются у физичных особ. Глядите программу сёння одразу пасля выпуску новинов на телеканале «Беларусь 4 Гомель». Залишнедаверливые состарылые зноу робятся хвярыми нечистых на руку людей. Злочинцы представляются социальными работниками, уваходять у довер и крадуть усе их сбереженни. А пошнія таке выпадки зафиксованы у Рогачовске и Жлобинскім районах. Гэтым жанчинам на двоих у сумме амаль 180 годов. А пошнія 30 годов сёстры звёздки хмелянец Рогачовского района живуть разом. Не глядяши на шановну взрослі, они всё ещё працовують огород, робят консервацію на зиму. Пенсию расходують по минимумі, основную частку откладывають. На минулым тыдні их навядали непрошеные гости. Я всё не выпила пенсионерами, я вышла крыльцо изметать, и я не сюда. Мы пенсионеры, да, мы старшие по обеспечению, и дома вас проверить, как вы живёте, и чим вынуждаетесь. Так хорошенечко к нам подлезли, нас это, давай, Вера, где дров возьмём? И на тетради выняла записать. Я говорю, нет, не надо, зима. Мы говорим, здоровья нема, я не вот тут зрушить, а надо пероносить их. Да и всё, не кажу, не надо, не надо, не надо. И дали боли, мы сказали, идите, и нам ничего не надо. Мы уже помирать собираемся. Жанчины, які выдали себе за соціальних работников, были настойливые. Коли трапили у хату, поклали на стол две пачки печива и пакетку руб у якости подтверждения своих добрых намеров. И пропоновали пройти медогляд. А мы залепили тут горб, скорую вызваю, вызваю. Не надо, говорю, мне скоро, мы уже помираем. Мы уже всё, нам не надо, кажу, ничего. Ну, и воины, всё. Ой, и мы вам дарма выпишем, и торг, и дровы вам дарма выпишем. Вот, кажу, мне ещё нельзя полячить, а тут ещё на подпорах стоит хлев. Всё, всё надо, всё надо. И дакена, мы всё пособим. Так сейчас, как сказали, последнее слово, ещё приедем к вам, ещё приедем. Так даже и третья на порог, я-то не бачила уже я. Ходите скоронько. Через порог ноги не переклала, и за их, и побегли скоронько. И сейчас насажу, и сейчас только я-то подняла, сейчас сколько из моих слухали. Глухий чёрт, и цап в кармане, гроши нема, гроши нема, и от милиции. На место здарения выехала оперативная группа. У жанчин зникли их пенсии, 450 денаминованных рублёв. Следшие пытали потерпелых, высветлили, что подозрённые были опрануты ухустки, чёрные скоронные куртки, дали ориентировки. Але затримать их по горячих следах не отрималося. Покинутые ими продукты, харчевания, так само иншие доказы накированы на экспертизу. Сегодня из деревни Хмельнец Рогачёвского района к нам поступили предметы, изъятые с места происшествия, которые, по мнению Следственного комитета, могли побывать в руках преступников. В данный момент экспертами отдела ведётся работа по обнаружению биологического материала. При наличии клеток будет выявлен генотип, который мы сравним с имеющейся базой. И таким образом, в следствии появится возможность выявить личность людей, которые могли держать в руках изъятые предметы. На наступный день ещё один-таки гость наведал хату у вёсцы Солёное Жлобинского района. При подобных околичностях сникли гроши в сумме 140 рублей. Аналогичные факты, крадя жумаёмость, имели место у Гомельским, Калинковицким, Петриковским, Мазырским, Нараулянским и инших районах Гомельской области. В последнее время в нашей практике участились случаи совершения хищения имущества у лиц престарелых, а также лиц одинокопроживающих. Чаще всего к данным лицам приходят женщины под видом социальных работников, которые под предлогом оказания каких-либо услуг, оказания медицинской помощи, либо предоставления каких-то продуктов питания, втираются в доверие и в последующем совершают хищение. Уважаемые престарелые граждане, если к вам дом под видом социального работника пришли неизвестные лица, то вас это должно насторожить. Сообщите об этом своему социальному работнику, либо не пускаете данных лиц к себе в дом. Руслан Габрилеу, Сергей Негеревич, Максим Славин. Телерадиокампания Гомель. Сегодня означается «Сусветный день мужчин». Это свято не имеет официйного статуса, но становится все больше популярным. В нашей области проживает около 700 тысяч процедуников моцного пола. Настасия Кучинская попробовала скласти типовый портрет гомельского мужчины. Мужчин по праве называют простойниками моцной половы человечества. Дуже смело, отважный и пожаданно в форме. Идеальный портрет типового простойника. Дмитрий Севаков – выдатный приклад. Процует милиции, является чемпионом Беларуси по рукопашным бою, вязи активный и здоровый лад життя. На мой взгляд, мужчина должен пройти огонь, медные трубы и воду. Он должен быть примером для младших и, как говорится, помогать им во всем. Помогаю и родителям, помогаю младшим сотрудникам, кто недавно только пришел. Почистить эту профессию. У 21-м стагодзе нужность в раннейшем умоде, а ли есть полная специфика. Сучастный мужчина не боится эксперимента, усочившись за модными тенденциями, уважливый до своего внешнего выгляду. Мужчина должен оставаться мужчиной в любой ситуации. Никогда не собирался стать парикмахером, честно говоря. У меня другие совершенно образования. То есть я актер театра и кино, я механик, я компьютеры продавал, то есть много где поработал. В современном мире, наверное, нужно быть приспособленцем, нужно приспосабливаться к условиям, которые предоставляют жизнь. Сейчас у нас не всегда есть право выбора. Не только у мужчин, а вообще у человечества. Подаденных статистик, на початах этого года колькость мужчин в Гомельской области склала 663 тысячи человек, а маль 47% – о догольной колькости насильництва. Середнюю взрослых хора Гомельской области складает 37 годов, что год хлопчиков нарожается большим девочинок. Але с годами пропорции меняются, и уже до 66 годов мужчин становятся у полтора раза меньше, чем женщин, а до 71 года – у два раза меньше. Во всем свете мужчины мают больше низкую протяглую життя у правонаний с женщинами. Это связано с тем, что они шмат працуют и меньшим женщины сочи за своим здоровьем. Яны частей – схильные до шкодных звычек, таких як алкоголь и курение. Але при этом вельми не любят ходить до урача. Сучасное громадство повинно надавать увагу захованию здоровья хлопчиков и мужчин. Необходно клопатиться не только об физичным, а либо эмоциональным, социальным и духовным добробытием представникам моцной половы человечества. Настасия Кучинская, Игорь Марышенко. Телерадоя компания «Гомель». Дарыч и меркование, что лепшие кулинары – это мужчины, подтвердил гомельчанин Дмитрий Антипенко. И он завоевал золото на сусветной кулинарной олимпиаде. Усяго беларусы привезли из Германии 5 золотых, 11 сребных и одну бронзовую медаля. Олимпиада проходила в немецком Эрфурте. И собрала больше за 2000 кондитров с 50 краин в свету. Заутром работы «Ночь ведьмарок» устрелся наш корреспондент Яуген Пабалавец. Сусветная кулинарная олимпиада – такий ж нашный турнир, як и спортивные олимпийские гульни. Проводятся с 1900 года, раз у 4 годы, избирая лепших кондитров и поваров. Перамахчы у одной из номинаций – значит стать у один шерох с майстрами сусветного узровня. На этой меты Дмитрий Антипенко ишов 17 годов. Яшы со школы мару быть кондитером. Профессию выбирау адмыслова. До олимпийского медаля была перемога на чемпионате света по кулинарой у Лексенбургу, где Дмитрий продемонстрывал работу с карамели. У Германию повез шоколадную композицию. Работа называлась «Ночь ведьм». Выполнена вся полностью из шоколада. Сюжет взят праздник Хэллоуэн. Два тыдни напружены працы. 30 килограммов шоколаду – сотни деталев. Трухлявый пень, дядьмарка, куфор и вось таки карчак. Подчас оценки композиции журы улишвая усе. От идеи и складанности до якости выканания. Головное правило – ничего, кроме шоколаду. Обовязковый этап – декорирование. Вот такие грибочки, галинки, аутентичные цвики. Вот такие дробицы робят звычайную працу кондитера твором соправданного мастатства. Зараз майстр принимает веншивание от коллег. До слова, Дмитрий – один и мужчина-кондитер на предприемстве. Если есть заказные торты, красивые, много всего, тогда делаю, начиная с того, что заказные торты людям. Потом, если все закончилось время, остается, подхожу к столу и делаю обыкновенную работу. То есть обыкновенные, стандартные, поточные торты и пирожные. А после працы Дмитрий занимается творчостью. Зараз он поставил перед собой новую мету – поехать на международный кулинарный Крамлевский кубок в Москву. Только уже покажет работу не из карамилети и шоколаду, а попробует новые солодкие материалы. Евген Побловец, Евген Макенко, телерадокомпания «Гомель». У школьников завершаются восенские каникулы. После выходных их снова чекают занятки. А по кольгу в установках адукации протягивают работу гульнявые пляцоки и объединения по интересам. «Гомельский областный дом» на ученцах и работников установ профессийной адукации, где учился до республиканской акции «Корыстные каникулы». И какие справы пропоновали педагоги-школьникам, доведалась Ганна Каральчук. Майстер-классы и занятки для кемлевых и творчих пропоновали на каникулах педагоги-установы. У гуртку рукоделия юные майстры працуют с паперой, с соленым тестом, створяют флористичные композиции. Детячая студия выявленчих амостатства «Тюбек» – это уроки малевания и аппликации. У гуртку «Аквареумист» дети могут кормить и доглядать живел. Мы были на кружках рисованию, мы рисовали вазы. Мне очень понравилось, и я думаю, запишусь как-нибудь и буду ходить туда. Мы были сегодня еще у животных, мы их видели, и черепах, и хомяков, и рыбок. Всех видели. Головные наведвальники гуртков – наученцы школ советского района, але тут будут рады усим. Справу по души знойдусь и дошкаляты, и подлетки. Педагоги проводят майстер-классы на протягу усих восиньских каникулов, а до зимовых плануют подрихтовать новые. Иногда бывает, что красоту можно увидеть через монитор компьютера, через экран телевизора. Но мое мнение такое, что лучше с красотой соприкасаться непосредственно вживую. И может быть даже своими руками. Когда своими руками он что-то сделал, и принесет вот он домой сегодня, придет и скажет, мама, это сделал я. Мама, это нарисовала я. Это просто здорово. Значит, мы где-то эту свою задачу выполнили. И пусть даже хоть один ребенок придет к нам заниматься в кружок, мы считаем, что это уже победа. Ганна Коральчук, Валерий Гопанько, телерадио-компания «Гомель». Выстава «Приватная коллекция российского фотомостока» Катерины Рождественской открылась у Палацу Румянцевых и Паскевича. У Вазе Глядачоу представлены больше, как 100 творчих работ. На их неузусим звыклых в образах поустают знакомитые особы со сфер политики, журналистики, культуры, спорту и шоу-бизнесу. Подробязности у Вероники Ворошилиной. Катерина Рождественская, ведомый российский фотомосток, журналист, перокладчик, дашка знакомитого советского поэта Роберта Рождественского и литературного крытыка Аллы Киреевой. Свои глубокие энциклопедичные веды, высокую культуру и великий профессионный опыт я навособила у авторских творчих работах. Сутность фотопроекта «Приватная коллекция» первого особления, знакомитых сучастников у персонажей картин-шедевру с светного живопису. До прикладу король российской эстрады Филипп Киркоров полстает в величном образе Пятра I. А Кристина Арбакайте з'является героиня картины «Портрет дамы с гранастаем» великого итальянского мастака Леонардо да Винчи. Вот этот синтетический жанр, он до Екатерины просто не существовал. Она родоначальница этого жанра. Более того, она единственная, кто в этом жанре работает, потому что все, кто пытался ее повторить, так или иначе терпели фиаско. Ни у кого это не получается. У подрыхтуцы проекта выкористовываются уникальный грым, стилизованные уборы и специальная техника, просолки фотографий. Однако, гэтые складанные манипуляции не робят героев непознавальными. На палотнах позируют знакомые сучастные особы, так умело описанные у антураж минулых эпох, что подобенство с прототипами часом доходить до полной идентичности. У 2012 годе на ведвальнике Палацу Румянцевых и Паскевича уже мели махчимость познайомиться с часткой работ праватной коллекции Катерины Рождественской. Гэтая выстава грунтовно пополнилась новыми фотокартинами. То, что было представлено ранее, также исчастная коллекция имела большой успех у гамильчан. Была масса посещений, откликов добрых, хороших. И я думаю, что сегодня такой же отклик, такое же позитивное настроение эта выставка предложена гамильчанам. Большим удовольствием хотим пригласить вас на выставку Екатерины Рождественской. Ждем, надеемся, что вам все будет интересно и познавательно. Вероника Варашилина, Валерия Гапань Коттель, Радоэка Ампания Гумиль. И об спорте. На протягу трех дней увага белорусских аматров хоккея была прикована до Гумильского лядового палаца. Тут проходил международный турнир Кубок Дружбы. За перемогу смагались юниорские хоккейные сборные Беларуси, Словакии, Германии и Дании. Чем завершились баталии на гумильском льоде, ведая Максим Савин. Открылся турнир вочным поединком команд Германии и Словакии. По ходу сустреч лидер менялся некольки разов. Як выник, команды у основный час выявить переможцу не смогли. Авертайм обошелся без закинутых шайб, так что справа дайшла до булитов. Поспех был на боку Словаков. Далей на лед вышли сборные Беларуси и Дании. У этой встречи все было больше видовочно. Беларусы, дякуючи удалой гульни в большинстве, упомненно перемогли Скандинавов 5-1. Другий гульнявый день почали Словакии датчане. Гульня отрымался напруженно и завершился перемогой сборной Словакии с ликом 2-1. Не меньше цикавым и больше богатым на закинутые шайбы отрымалося в сопростоянии команд Беларуси и Германии. Дисциплинованные худки немцы были больше серьезным соперником, чем Скандинавы. В первом периоде команды обменялись результативными атаками. У другим беларусы вышли на перед и не губляли лидерство до финальной сирены. Усё выращалось и у опошней гульнявый день. Немцы и датчане вошлым поединку разыграли третье место. Команда Германии перемогла с ликом 5-2 и замкнула тройку моцнейших. Скандинавы, не отрымавши неводной перемоги, заняли четвертое место. Поединок беларусов и Словакии был свой особливым финалом. Переможцы с встречи святкавал и перемогу на турниры. Наши хоккеисты порадовали шматликих болельщиков, которые заполнили трибуны Гомельского лядового палаца. Беларусы без вариантов обыграли своих соперников 3-0. Выглядели информационный выпуск. Телерадою компании Гомель у студии для вас працевала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам доброго вечера. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова